Более половины продуктов питания в ассортименте российских магазинов – фальсификат. По данным аналитиков «Стандарт Групп», под вопросом качества 85% мясных изделий. Это колбасы, замороженные полуфабрикаты, копчёности и консервы. Доля фальсификата в молочной продукции – 65%. В основном это сливочное масло, молоко, сыры и сметана. Объём некачественной продукции в России резко вырос после введения продовольственного эмбарго в 2014 году. Большая часть, конечно же, в итоге уходит именно на те отрасли, которые больше всего и продаются. Это как раз та самая молочка и мясная продукция. В режиме покрытия тех возможностей, которые принесли санкции и контрсанкции, нам нужно было максимально увеличить объём отечественной продукции на нашем рынке. И понятно, что сделать это просто вот так вот за один день невозможно. Из-за высокой доли фальсификата на рынке производить качественную, но более дорогую продукцию становится экономически невыгодно. Кризис россияне стали крайне чувствительны к ценам. Ориентир для большинства – скидки и промо-акции. Сыр я вообще не покупаю никакой. Полбасу мы не едим. Нет, полбасу мы не едим вообще. Каждый сам по себе выбирает по своему кошельку, по своему бюджету. Ну, конечно, цена будет выше на качественный товар, это логично. Производители хотят более произвести больше и некачественной. Ну, чем дешевле продукция, тем она и ниже качества. Между тем, проблемы с продуктами питания тянутся ещё с 2010 года. Тогда в России отменили обязательную сертификацию в государственных органах. Подтверждать качество своих товаров производители теперь могут сами. Мы потеряли огромное количество специалистов, мы потеряли огромное количество лабораторий. Из нескольких сотен организаций, которые были в 90-х годах, когда только появилась сертификация у нас, сейчас это тысячи, десятки тысяч организаций, которые конкурируют в цене. А когда конкурирует экспертиза в цене, то, соответственно, нужно вычитать всё то, что занимает самый большой вес. Обычно это испытания. И действительно очень много проблем с тем, что документы выдаются без проведения реальных испытаний. В то же время эксперты говорят, что качество продуктов в России всё же постепенно улучшается. Если в 2014 году доля фальсификата в среднем составляла более 65%, то сейчас уже 56%. Это связано с адаптацией российских предприятий к условиям эмбарго и запуском новых производственных мощностей.